Привет, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию американское пиво Sogotag Third Bear от пивоварни из города Дуглас, штат Мичиган, Sogotag Brewing Company. О пивоварни я вам уже рассказывал в видео номер 118. Кто не видел или подзабыл, может легко пересмотреть. А я сразу приступлю к дегустации нашего пива. Sogot Bear, третий медведь в переводе с английского. Американский L, изготовленный, как утверждает производитель, в английском стиле ESB, Extra Special Bidder или Strong Bidder по классификации BGCP. Он имеет достаточное количество наград на всевозможных конкурсах, начиная с 2011 года. Подробнее о которых вы можете узнать на сайте производителя. В данном сорте впечатляющий купаж из целых 9 сортов солода. И это Туроу, Пэл, Кристалл 30, Кристалл 60, Кристалл 120, Виктори, Виенна, Карапилс и Росток. А также трех хмелей, английского Голдинс и двух американских, Титнам и Виллэмейд. Содержание алкоголя в нем 5,5%, начальное плотное сусло 13,4%. Горечь 25, единица IBU. Тут он до минимальных 30, Strong Bidder не дотянул. Состав традиционный, вода, солод ячменный, хмель и дрожжи. Бутылка емкостью 0,355, крышка с логотипом пивоварни, изображением английской буквы S. Этикетка круговая, на фронтальной стороне изображение медведя в бабочке и цилиндре. Что еще раз подчеркивает британский консервативный стиль некого джентльмена. На цилиндре надпись Just Right, в самый раз. А слева и справа надписи не очень хмелевой и не очень сладкий. По левой и правой стороне, позади основного, изображены еще два медведя. Также здесь название сорта и надпись English Style L. Название и логотип пивоварни, позиционирование стиля Amber L, сваренный по британским традициям. Содержание алкоголя, сайт пивоварни, надписи 12 унций жидкости и сделано в Мичигане. А также адрес пивоварни. Пробуем. Пиво с довольно высокой пенной шапкой, бежевого цвета. Она такая красивая, разнородной, но мелкозернистой структуры. Само пиво с очень активной карбонизацией, состоящей из мелких пузырей. Цвет янтарный, чуть туманное. Посмотрите, как это выглядит в бокале. И будем пробовать. Аромат у него мягкий, приятный, фруктово-карамельный, с нотами груши и ирисок, коричневого сахара, намеками на бисквит, с цветочно-травяными хмелевыми нюансами и некими чайными ассоциациями. Вкус чистый, мягкий, умеренно сладкий, с тонами карамельного солода, нотами орехов и фруктовыми ассоциациями, напоминающими грушу, сливу и яблоко. С некоторыми намеками на английский черный чай, сухофрукты и табак. Хмелевая горечь цветочно-травяного характера, тоже умеренная, в прекрасном балансе, с сложно-составной, солодовой композицией. Дрожжевая кислинка с специевыми нотами, также деликатно вписывается в баланс, дополняя его. Тело среднеплотное, гладкое и питкое. Послевкусие продолжительное, мягкое, в нем затяжные ноты карамели и коричневого сахара, с умеренной травяной и пряной горечью. Резюмирую. Прекрасно сбалансированный, гладкий эль в английском стиле, но с использованием американских хмелей, которые, к слову, не перетянули стилевую принадленность на себя. Он действительно не очень хмелевой и не очень сладкий. Композиция и сочетание солодов и хмелей подобраны очень удачно и чувствуется, что это была действительно кропотливая работа. Он правильный, сдержанный, но в то же время сложно-составной и гармоничный. Не могу сказать, что он меня прямо поразил, но в том стиле, в котором его позиционируют, он очень удачен и своеобразен. Хотя некоторые отклонения все же есть. Как то недостаточное для стиля расчетное содержание горечи и нетипичный цвет пены. Это могло бы быть пиво на каждый день беспафосное, но во всех отношениях качественное. Конечно же, я его рекомендую к дегустации. Регулярная цена на данный сорт пива в бутылке 0,355 в Украине немалая и составляет около 70 гривен. Что на американские деньги около 2 долларов и 65 центов. Но мне удалось его приобрести просто по неимоверной скидке в 75%. И его стоимость составила 17 гривен 50 копеек, что приблизительно равно 66 американским центам. Так тоже бывает, как говорится, ищущий да обрящий. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте перепосты. Будет интересно. Пока-пока, друзья.